Для невосприимчивых к новым психологическим программам по всему США уже выстроены сотни лагерей Федерального агентства по чрезвычайным обстоятельствам. Все методы хороши. Эти темные подрядчики намереваются выпустить череду из искусственно созданного биооружия, одно хуже другого, и в то же самое время расширить полицейское государство для организованного истребления человеческой популяции. И все это во имя священной борьбы с невидимыми террористами. И стоит сегодня холодный Джорджия Гайдстоунс, как завет священной миссии элиты. Создать двухклассовую систему, где подкласс будет вынужден жить как рабы в крошечных закрытых городах, в то время как элита будет наслаждаться всей остальной планетой, эволюционированная с помощью имплантантных технологий, вживущих вечно, и для развлечения летающих в космос, суперлюдей. Вот обещание, данное членам нового мирового порядка, и главная повестка Билдербергской группы. Билдербергская группа Мом, Джим Такер, продолжил свои 30-летние изыскания в разоблачении глобалистов, путешествуя в Стамбул, место встречи членов Билдерберга-2007. Джим Такер, спасибо, что приехали, мой друг. Всегда в радость. Джим, скажите нам, что вы видели сегодня, когда находились возле отеля Ритц? Мы были в Ритц-Карлтон. Все шло по типичному сценарию встреч Билдерберга с вооруженной до зубов охраной по периметру, со взводами полицейских, ждущих своего расследоточения. Также было полно патрулей вокруг здания. Они имели всякие высокотехнологичные штучки по распознаванию речи на другом языке, для полноценного выполнения своих задач. Продолжение следует... Отель открыт? Попробуем задать вопрос напрямую. На самом ли деле Билдерберг собрался здесь на эти выходные? Вы можете идти на этот путь? Сегодня два полицейских лично сопровождали меня. Я не был в курсе, потому что мой нос постоянно был в камере. Я постоянно говорил, но телевизионная бригада сказала, что те парни собираются следовать за вами. И их машина сопровождала нас вплоть до отеля, а затем ТВ-бригада рассмотрела этих двух полицейских в штатском. Но не в костюмах, а в спортивных рубашках. Вот она, у нас на хвосте. Кто-то заснимет ее? Вы? Ну, по всей вероятности, они билдербергские мальчики. Джон Элкон, владелец ФИАТа и член общества Билдерберга решили, что могут прогуляться, будучи неузнанными простыми людьми. Я думал об этом. Этот участник собрания ухмыльнулся нашей камере. Из этой машины, груженной важным лицом, нас одарили убийственным взглядом. Они, похоже, шокированы, что мы посмели направить камеру в их направлении. В 2007-м собрание билдербергской группы получило наиболее весомый охват в прессе за всю историю. Джим Такер участвовал в пресс-конференции, на которой присутствовали сотни членов средств массовой информации. И новое поколение инфовоинов, подобно таким репортерам, как Паул Дорняно, Бейн Ромэния, отслеживающий элиту независимо от того, где они скрываются. Теперь, Джим, губернатор Техаса Рик Перри на передовите далласских утренних новостей. И заголовок звучит так. Губернатор штата Техаса Рик Перри посещает собрание Билдерберг. Какое последствие для губернатора штата Техас может означать его появление в далласских утренних новостях под соусом посещения билдербергской группы? Это означает, что он потенциальный президент. Так же, как в свое время незаметный и неизвестный губернатор Арканзаса Билл Клинтон потерял свою девственность на встрече группы, проходившей в Баден-Бадене в Германии в 1991-м, и избранный президентом в следующем году. Теперь же, если он никуда не продвинется во время баллотирования в Белый дом через пару лет, это означает, что они просто выбросят его как старый башмак. Они часто так поступают. Но официально Билдерберг рассматривает кандидатуру Перри как потенциального президента США, раз он там появился. Да, это нарушение акта Логана, за что Белый дом оштрафовал Белла Клинтона на 300 тысяч долларов. Хотя понятно, что налогоплательщики заплатили этот штраф. Когда Перри возвратился в Техас из Истамбула, мы были полны решимости уличить его за предательские действия. Мы не хотим, чтобы наши дороги, наша вода, наши электростанции, вся наша инфраструктура оказались под властью нового мирового порядка. И мы говорим вам сейчас, что народ растет, народ учится. И то, что вы делаете, их гневит. Они уже устали от этого. И если у вас осталось еще хоть немного души, Рик Перри, то хватит продвигать план нового мирового порядка. Первую поправку никто не отменял, Перри. И мы сегодня вечером вернулись сюда снова, сказать вам, что мы не потерпим это. Да здравствует республика! Победа за нами! Смерть новому мировому порядку! Фильм переведен на русский и озвучен в первом месяце 2009 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова